Освещение нет, дорога вся перекопана, видимость плохая для пешеходов и для водителей. Это улица дорожная в Казанском поселке Нагорный. Повсюду ямы на пешеходном переходе ограждения. Жители рассказывают, два года назад водоканал начал на этом участке работы по реконструкции сетей водоснабжения. Трубы проложили, а территорию до сих пор не благоустроили. Ребенок 12 лет, каждый день ездит, добирается в школу пешком. Вечером, когда идет, уже темнеет сейчас, полшестого темно, уже опасно. Даже едешь на машине, фары дальние приходится включать, чтобы видеть, какая ситуация на пешеходке. Таких раскопок на дороге мы насчитали порядка десяти. Жители жалуются, машинам приходится выезжать на встречную полосу. Пешеходам, в том числе школьникам, из-за ограждений не видно проезжающих автомобилей. На некоторых участках начал проваливаться грунт. В этом году первоклассник пошли, сам наблюдал. Они вот межуются, как перейти. Дорога узкая становится, опасная. Впереди зима, ездить будет сложно. Мы очень просим администрацию города хотя бы их закатать в асфальт. Год назад водоканал раскопал. Такая же ситуация и на соседней улице Ягодная. Рабочих здесь последний раз видели еще весной, говорят жители Нагорного. Вот эта улица полностью перекопана. Работы здесь даже не начинались толком еще. Сейчас зима. Если они сейчас работы начнут, дорогу перекроют. То есть просто жителям машины даже некуда будет элементарно поставить. Жители неоднократно обращались в водоканал, чтобы узнать, когда работу в их поселке завершат. Строки постоянно переносят. Обратились и в районную прокуратуру. Улица Дорожная, улица Ягодная. Они обваливаются, эти дороги. Эти дороги были построены буквально за год до начала вот этого ремонта. Мы обращались в разные инстанции. Мы водоканал писали, фотографии делали всех проблемных зон, которые они оставили, не отремонтированные и не сделанные. То есть все мы отправили в прокуратуру. В водоканале пояснили. В поселке они меняют почти 3 километра водопровода и устанавливают колодцы. Эти работы на обеих улицах завершат к концу года. Были определенные сложности с производством работ. С тем, что дорога узкая одна. Чтобы не блокировать движение, нам приходилось сделать участками, маленькими кусочками. В связи с этим такие проблемы. Плюс к этому наличие смежных коммуникаций, газопровод и так далее. В ближайшее время выйдем туда. Сегодня-завтра посмотрим, что можно сделать. Хотя бы какое-то благоустройство, чтобы мы могли жильцам помочь. В водоканале нам заявили, в связи с жалобами жителей начали рассматривать варианты временного благоустройства ремонтных участков. Окончательную работу планируют завершить к маю. Алена Струминска, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Адель Миндубаев, ТНВ